Доходная часть бюджета Ненинского округа уверенно растет. Об этом сообщила главный финансист округа Татьяна Лагвиненко. На 1 июля текущего года бюджет региона получил 9 миллиардов 128 миллионов рублей или 59% к плану. По уточненному плану с учетом поправок это 55,3%. В 2017 году отмечен рост по налогу на прибыль, налогу на имущество и НДФЛ. Бюджет Ненинского округа 2017 года значительно окреп, несмотря на пессимистичные прогнозы. За первые полугодия в региональную казну поступило в два раза больше денег, чем за аналогичный период прошлого года – более 9 миллиардов рублей. По доходам мы идем намного лучше, чем в прошлом году. В прошлом году за аналогичный период мы получили всего 4 миллиарда 754 миллиона рублей или в два раза меньше, чем сейчас. Израсходовали мы за полугодие в этом году 8 миллиардов 425 миллионов рублей или 49% к плану, который был утвержден депутатами. Для сравнения это на 18% больше, чем расходы аналогичного периода прошлого года. В 2017 году отмечен рост по налогу на прибыль, НДФЛ и налогу на имущество. За счет льгот для нефтяников удалось нарастить стабильную базу для этого вида налога. Напомню, в 2015 году были приняты два законопроекта, предусматривающие внесение изменений в окружной закон об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков. Для организации участников консолидированной группы налогоплательщиков дополнили имеющиеся в законе направления деятельности в отношении нефти и попутного газа, аналогичной деятельностью в отношении природного газа, а также новым направлением – оказание услуг по транспортировке, перевалке, обработке грузов. Ставка налога в размере 13,5% применяется в период с 1 января 2015 года по 1 января 2018 года. Второй законопроект касается установления пониженной ставки в 13,5% для организаций, осуществляющих такие виды деятельности, как добыча полезных ископаемых, деятельность в сфере транспорта, производства электроэнергии, оказание услуг или выполнение работ по перевалке грузов. Право применения льготы действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2021 года. Решения, принятые два года назад, приводят к тому, что, несмотря на базовую цену нефти, в районе 50 долларов за баррель, округ собирает доходы практически как в 2014 году. Тогда у меня просьба. Нам надо будет те решения, которые мы принимали в 2015 году, в том числе и по льготам, и по привлечению дополнительных инвестиций, их проанализировать и посмотреть, есть ли там у нас еще какие-то резервы, чтобы на 2018 год получить еще дополнительные доходы. Это первый момент. И второй момент. Давайте еще раз проанализируем, что у нас происходит по Харяге, потому что на самом деле мы практически в 2,5 раза снизили затраты оператора. Поэтому, Сергей Анатольевич, просьба к вашим специалистам, посмотрите, что мы еще можем, есть ли там еще у нас какие-то резервы. Вместе с ростом доходов окружного бюджета в регионе намечается и тенденция роста среднемесячной зарплаты. По статистике, за январь-апрель текущего года в сравнении с прошлым годом это 100,6%. Существенное повышение заработной платы наблюдается в сельском хозяйстве 33,7%, в обрабатывающей промышленности 123,5%. Снизилась зарплата за январь-апрель по нефтянке, существенно снизилась зарплата по государственному управлению на 18%, это к прошлому году за январь-апрель. Но понемножку по образованию здравоохранения у нас уже намечается рост к январю-марту, но пока не достигаем уровня прошлого года. Это результаты еще без тех дополнительных средств, которые были выделены на последней сессии. Поэтому, в принципе, тенденция пока положительная. Думаю, что мы догоним то, что потеряли в прошлом году из-за падения существенного в два раза дохода. За минувшую неделю в окружную казну поступило 557 миллионов рублей. Большую часть поступлений, 363 миллиона рублей, составил налог на прибыль. 113 миллионов – безвозмездные поступления из федерального бюджета. По словам руководителя Департамента финансов Нинецкого округа Татьяны Лагвиненко, всего за минувшую неделю было израсходовано 490 миллионов рублей. На социальные выплаты населению за минувшую неделю был направлен 21 миллион рублей. Примерно столько же на поддержку оленеводства и сохранение поголовья северного оленя. Чуть более 12,5 миллионов рублей из бюджета округа израсходовано на субсидирование авиаперевозок. Около 5 миллионов рублей перечислено Наринмарскому АТП в качестве субсидий на автобусные перевозки. Более 2 миллионов рублей направлено на субсидирование молока. Более 1,5 миллионов рублей – на производство хлеба. Межбюджетные трансферты муниципальным образованием составили 11 миллионов рублей. Деньги перечислены за Полярным районом на строительство школы на 100 мест в селе Тельвиска. Бюджетные инвестиции в госсобственность составили 106 миллионов рублей. Это строительство дороги Наринмар-Усинск, возведение детского сада на 220 мест и школы на 700 мест на улице Авиаторов.